Марина, скажите нам, пожалуйста, а чем же все-таки отличается паблик-арт от дизайна или просто каких-то уличных поделок? Ну, все уличные поделки, наверное, они опираются в первую очередь на то, что народу должно нравиться. Паблик-арт, он не обязан нравиться. Он должен нести некий посыл, который может не сразу считываться, он должен выбивать человека из привычной атмосферы. В первую очередь он несет некую внутреннюю концепцию, которую художник пытается донести до зрителя. Если этого нет, то это просто украшательство. Если зритель прошел, как говорится, и пошел по своим делам дальше, значит, это все-таки не паблик-арт. Марина, скажите, пожалуйста, а чем отличается хороший паблик-арт от плохого паблик-арта? Ну, плохого паблик-арта, к сожалению, достаточно. Я думаю, что то, что находится в среде, городской, если человек идет по своим делам, вдруг он видит объект, и либо он останавливается, либо ему хочется вернуться, значит, его это зацепило, значит, это хороший паблик-арт. А если он идет дальше и не обращает внимания, значит, у него нет никакого интереса. Будем считать, что это плохой паблик-арт. Он должен заставить его остановиться и задуматься. Если этого не существует, значит, это просто украшение.